всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас луцкий александр мы продолжаем проходить карьеру в пес 21 карьеру тренера за ротор а сегодня мы сыграем с краснодаром спартаком рубином и цска в рамках чемпионата и кубка страны такой подготовительный промежуточный этап 1 восьмой лиги чемпионов против rb лейпциг и перед этой серии я загрузил обновление до dlc которая вышла к без 21 здесь по идее должны обновиться форму команд российской премьер-лиги у некоторых появится логотип премьер-лиги на рукаве и спонсоры у некоторых команд таких как краснодар там спартак и так далее но топовых сейчас и посмотрим сейчас и оценим ну что ж против краснодара в гостях я думаю нужно сыграть аккуратнее тем более у нас не в лучших формах некоторые футболисты такие как давитошвили хотя он нормальной форме но я решил выпустить наконец-то глушенкова он очень давно не играл лесовой выходит вместо травмированного к варацхели и гнатьев старте дзагоев с капитанской повязкой компусанов амин степанов дивеев макрори камбаров здесь основа помазун да подменяет максименко который не в лучшей форме вот ну и я поставил так как мы играем в гостях краснодар дома умеет давить низкие фланги не участие в прессинге при этом и гнать его чтобы он сильно не уставал играет кстати против клуба который его воспитал и я думаю он будет заряжен на гол но как-то так как-то так и сыграем давайте глянем уже формы и да действительно смотрите на рукаве появился логотип российской премьер-лиги с медведем ну и винлайн у краснодара по моему этого тоже не было поехали одно очко у нас преимущество над спартаком всего лишь всего лишь один балл и конечно нужно удерживать нужно постараться удержать преимущество и лидерство перед стартом в плей-офф лиги чемпионов потому что туда много сил очень будет уходить разумеется так что я настроен даже здесь на победу но будем играть вторым номером конечно так передача на на игнатьева против мартыновича игнатьев выстоял пас вдоль ворот и снова михаил киржаков на воротах у краснодара снова не сафонов против нас так какой дивеев подает угловой что опять сломалась у меня там надо обратно все настроить почему дивеев-то главы вдруг подает алан загоев навес макрори вылетает первым и не попадает в створ есть у него такая проблемка неплохая подача фомин справляется подбор за краснодаром немножко нас тут поприжали конечно стоцкий еще я думал будет навешивать нет низом разыгрывает аре развернулся красиво не дал к себе подойти попрессинговать его отобрать мяч защитником спокойно развернулся ударил я вот здесь не могу ничего сделать когда работа вот так здорово разворачивается ну то есть вроде рядом защитник да но он ничего сделать не может подступиться не может к мячу 1-0 краснодар и опять ария опять не можем отобрать у него а это уже рамирес как краснодар разыграл сейчас а вообще у нас оборона не работает в этом матче а абсолютно 20 25 минуте вот так раз передачи давай передача и удар в ближний вообще без каких-либо шансов алан загоев но надо было попадать конечно разобрался здорово на замахе с защитником который выскочил точнее с опорником там по моему вильена выскочил на него ну да причем ударил ему по ноге а дальше мяч срезался к сожалению удар не пошел в створ и куда планировалось игнатьев кержаков на месте вот сейчас алан загоев попал в створ но опять же опять же михаил кержаков очень хорошо играет вратарь краснодара выручает раз за разом камбаров подача очень хорошо на игнатьева чуть чуть не долетела снова камбаров не догонит мяч здесь правда да кирилл 2-0 краснодар два момента у них было они использовали ари и рамирес ну что надо основных игроков выпускать здесь как бы уже не до шуток вообще-то виташвили можно слева выпустить попробовать а соответственно артура на свою позицию наконец-то давайте попробуем фланги поменять игнатьев ну как так ну ты на рикошет вроде отреагировал а дальше что по мячу промазал в подкате ай-яй-яй кампусано артур передача на игнатьева игнатьев игнатьев ну да что творит михаил кержаков я не понимаю ладно бы сафонов так играл с его рейтингом но михаил кержаков там 73 по моему рейтинг у него что происходит игнатьев разорвал здесь оборону ну попади макрори еще один хороший стандарт артур ну не успел не успел к сожалению а камбаров неплохо придумал с этой передачи игнатьев головой нет артур где подбор здорово от загой в как нашел игнатьева игнатьев плохо принял мяч ушел на острый угол оттуда пробил но опять михаил кержаков фамин заряжает снова кержаков и тут в дуиташвили прилетает мяч е-мое это какой-то кошмар бенефис михаила возможно кстати он переродился там так дзагоев очень устал но его менять сейчас наверное не надо потому что все таки как-никак он у нас дух команды позволяет держать хотя с другой стороны у нас теперь давитошвили же вышел на поле но видите 84 сразу дух команды падает серьезно падает ладно выйдет глебов ну вот сейчас здорово фланг вскрыли здорово 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 и глебов голевую отдает на игнатьева вот сейчас фланговая атака я даже карусель на фланги не ставил но здесь как будто именно она сработала глебов к лицевой забежал его упустили и дальше уже игнатьева никто не накрыл время еще есть артур на камбарова камбаров не очень здорово принял мяч разворачивается компусано глебов уходит глебов удар по воротам глебов очень здорово вошел в игру давно я его таким не видел давай вперед всей командой глебов назад на фамина не очень удачно степанов через фланг давитошвили в касание на глебова за реку на замахе подача ой плохо как а ведь там макрори вместе с игнатьевым караулили камбусано увидел артура артур разворачивается надо было падать сейчас возможно был бы пенальти ах камбусано и артур пытались разыграть на коротке ничего не вышло да вот краснодар два шанса имел забил и сел в оборону вот как эта игра складывается артур подача давитошвили глебов подбор ну и что и что ты встал глебов я пытался уйти куда-то в бок там и так далее но он не реагировал на мои команды с геймпада глебов фомин на глебова передача неплохая но здесь вы нас будет да последняя атака ребята последняя атака нужно хорошо навесить и это честь выпадет степанову подача плохо прям в руки киржакову ну проиграли опять мы конкуренту топ клубу россии в гостях к сожалению такое случается у нас не удалось вытащить матч первый тайм вот середина первого тайма была провалена хотя там я бы не сказал что игра так складывалась просто вот две атаки хороших у краснодара два гола все после этого как бы большую часть времени ротор давил но ничего не выдавил видите по статистике даже это заметно увы минус три очка и шанс спартаку выйти на первое место да спартак выиграл у тамбова 3-1 и выходит на первое место да мы в двух очках теперь борьба за лидерство вот такая у нас продолжается то одни выходят вперед то другие так папа как вы вот и нашли кварцхелия выздоровел здорово и у нас сейчас как раз очная встреча битва лидеров со спартаком короче говоря так это левый защитник папа вряд ли он нам нужен конечно атакующий защитник да из аргентины так все еще игнатьев у нас с камбаровым и с фаминым не адаптировались к схеме к сожалению поэтому ну и к тактике надо время им еще больше дать конечно дух команды с капитанской повязкой дзагоева намного выше чем когда у давитошвили но тут зато прокачиваются наши игроки состав спартака соболев понцы впереди бакаев под ними ташаев и сулейманов по флангам крал который теперь с геймфейсом кстати сумяровым в опорке хорошие рейтинги у всех жиго гапонов джики оборона тороп вратаре вот только вратаря они выставили не основного и максименко у нас хе-хе так ну у них крецюк как бы должен играть но что-то не играет так ну я думаю что здесь опять же не участие в прессинге у игнатьева да и все больше ничего ставить не буду так и сыграем против спартака я уверен что сейчас сейчас ну я постараюсь по крайней мере таких ошибок в обороне не допустить как с краснодаром хотя там не сказал бы что были ошибки в общем схема спартака подразумевает что они фланги оставляют то есть вот ташаев и сулейманов они больше в атаку и возвращаться назад скорее всего не будут успевать и возможно тогда нам нужно поставить псевдовингер это нам поможет как раз вскрывать фланги потому что кварцхель и адовиташвили будут стягиваться немножко к центру и стягивать туда защиту а фланги в лице комбарова и степанова будут забегать дальше такая моя задумка посмотрим сработает или нет напомню еще раз кто не понял мы теперь уступаем два очка спартаку в таблице и нам только нужна победа и кстати спартак начинает от атаки веселый матч нас ожидает так хвича который восстановился от травмы мчится вперед разворачивает у мярова передача на игнатьева нет не проходит кампусану и гнатьев упас и гнатьев плохо как-то он там статичном статичном положении находился поэтому и нормально пробить не смог ну кампусану здесь конечно жестко пошел с ташаевым сыграл бакаев рикошеты неприятные очень нужно отобраняться ташаев это что удар был ну так пусть бьет вот об этом я говорил камбарова упускают здесь прострел на игнатьева игнатьев надо забивать такие надо забивать вот правый фланг сейчас провалился точнее левый у спартака зурико с игнатьевым и сам забегает передача на акварацхелию тот пропускает мяч джики обманул хвича штанга не везет нам немного игнатьев на подборе давидашвили передачи вперед игнатьев нет никто не дотягивается до мяча камбаров еще один навес ну-ка нет кварацхелия пролетел так степанов подбирай мяч пожалуйста я понимаю что игра опять немножечко глючит кварацхелия заброс на игнатьева да что игроки очень тяжело управляются опять в этой серии ладно офсайд но игнатьев вообще как болванчик там не хотел к мячу бежать ничего себе соболев а мог и попасть ненавижу такие моменты вроде вот накрываешь нападающего вот компуссана тут был рядом мешал как мог а все равно удар опасный так удар бакаева непростой для максименко но на тренировках он такие наверняка от него ловил и сейчас справился кварацхелия передача дзагой валан не останавливайся давай 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 и вперед хвичи хвича джикью раскачивать пытается не получилось но там вот степанов как раз бежит вот 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 степанов брав но не то я хотел сделать хвича на подборе на месте на месте тороп комбаров браво давитошвили плохо принял мяч ну ладно игнатьев пяткой на комбарова давитошвили и дальше игнатьев и игнатьев прокидывает мяч передача на хвичу нет там джики я закрыл я думал отклеится кварацхелия нет не отклеился степанов накрывает накрывает сулейманова идет 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 на второй темп давитошвили кварацхеля скидка еще одна гапонов здесь кампусана на подборе заброс там офсайт уже у игнатьева не забиваем мы супер моменты хорошие атаки вообще боевой футбол но пока ноль ноль все таки все таки попробую я капитанскую отдать дзагоеву дух команды нужен прямо сейчас хорош комбаров давитошвили по флангу комбаров иди сам иди сам крал не успевает здесь накрыть передача на игнатьева не проходит крал все таки накрыл еще один удар бакаева издалека опять максименко на месте дзагоев заряжает очень красивая комбинация опять с фланга началась все низом раскатывали раскатывали здесь отправляли людей к лицевой кампусана туда забежал и потом скидка под удар алану дзагоеву зарядил алан неплохо но на месте тороп кампусана заброс на давитошвили жиго здесь раньше да макроли все таки нарушил на соболеве очень тяжело отбирается мяч очень тяжело очень тяжело игроки управляются ну ладно терпим шапи рикошет ой опасно как было максименко в другой угол естественно ринулся куда и пробивался этот штрафной но рикошетом мяч мог отскочить в другой а это уже александр какорин вышедший так ну нам нужно добавлять конечно нам нужно добавлять в первую очередь в атаке давай колесовой вместо кварасхелии вместо кампусана все таки буатенг или даже не так буатенг вместо фомина кампусана больше атаки мне нужно больше атаки кампусана идет на место опорника загоев центральный полузащитник и не участие в прессинге получает именно буатенг а псевдовингеры ну оставлю наверное и получается акцент на оборону кампусана неплохо кампусана дальше до виташвили и гнатьев надо было открываться нельзя стоять ну вот видно что он еще не сыгран с партнерами и гнатьев разобрался попасть попасть ну что кабраль давай игнатьев никак не может попасть твое время пришло при этом включаем атаку и давим давим спартак нам нужна победа хотя если проиграем это будет вообще очень 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 плохо отрыв вырастет до пяти очков я не знаю сумеем ли мы его отыграть учитывая что впереди у нас плей офф лиги чемпионов тороп выносит Макрори должен быть первым здесь не бежит он к мячу почему-то Дивеев Загоев передача на Боатенго Кевин Принц в касание Кабраль Кабраль долго все очень долго делал сейчас поэтому и не получилось так аккуратно Дивеев за Кокориным не успевает фух браво браво Максименко браво я раскрылся сейчас да я рискую Камбаров над Загоева Кампусано идет 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 ну фланг да помогите Лисовой развернулся здорово передача на Боатенго дальше Кевин Принц почти пяткой выдал на Кабраля очень было близко к тому чтобы выйти один на один Камбаров великолепен Кирилл передача на Боатенго дальше снова пятка Лисовой Кабраль ушел удар тороп опять тороп все вроде здорово но не хватает вот чуть-чуть чтоб забить давай-ка и вообще фул атак фух паровозик и Давидашвили давай надо хорошо подкрутить сейчас Степанов Степанов нет не успел сыграть на подборе Загоев зато здесь хорош Дивеев назад на Степанова перевод на Камбарова дальше Кампусано Камбаров идет дальше передача на Давидашвили Зурико Кабралю нет тороп Зурико далековато отпустил там а жаль вынос прям на Соболе вот Загоев уже не бежит а Кампусано а Кампусано а Кампусано бежит браво 89 Камбаров ой-ой-ой-ой-ой Загоев все уже еле шевелятся но у Кампусано есть силы протащить еще мяч вперед Кабраль Буатенг Макрори Кабраль ну отдай ах не успел ну Буатенг что с тобой ё-моё Буатенг опять Загоев оказывается на месте последнего защитника еле бежит уже Дивеев Дивеев фух так ну похоже это 0-0 друзья похоже это 0-0 все-таки как я не старался выиграть не получилось моментов было предостаточно но опять не залетает что ты будешь с этим делать ну не залетает и все хоть Игнатьев хоть Кабраль хоть кто но у Спартака тоже надо сказать равна игра и счет наверное по делу ничейный именно но не 0-0 наверное 1-1 или 2-2 здесь логичнее бы смотрелись ну что мы по-прежнему преследуем Спартак и 2 балла до них тогда уже заочно будем выяснять кто чемпион очно не получилось обыграть ну что дальше кубок против Казанского Рубина и опять же Рубин нас разнес 3-1 но там был Игнатьев у них сейчас Игнатьева у них выкупил Кабраль сыграет в этот раз в старте все-таки конкуренции Игнатьеву не помешает как видели что-то у него с реализацией тоже пошло не по плану скажем так ну и Кампусано Лисового надо наверное заменить давайте Мулина поставим если вдруг все будет хорошо я дам ему время Глушенков также идет сюда в запас ну и все наверное кстати как там по защите ну вон Донцова а Сухарева да можно выпустить в паре с Макрори Елеев немного передохнет Камбаров 75 уже прибавляет в рейтинге но ё-моё когда когда вы адаптируетесь с Фоминым и с Игнатьевым не знаю ладно 71 дух команды на Хвичи Артур Кабраль и Давида Швили тут как тут никаких доп стилей кроме отдыхать нападающему ну и как вы понимаете хотя знаете не надо отдыхать нападающему у нас есть в запасе кого выпустить в этом матче пусть прессингует наравне со всеми как вы понимаете это кубок если опять Рубин раскроется очень сильно как это любят делать боты то тогда можно будет очень много забить голов посмотрим пока что в этой серии ни одной победы надо хоть в кубке дальше пройти в полуфинал раз уж такая пляска пошла а Рубин начинает сразу в атаку Кабраль и Кварацхелия но от Рубин раскрылся и у Хвичи есть вагон просто очень много пространства Кварацхелия вагон времени хотел сказать я но время тоже было не забиваем опять Камбаров Давида Швили не торопимся раскачиваем надо забить уже у нас не летят голы в этой серии просто не летят Степанов двое против него вот это прессинг от Рубина и что? отворот? к сожалению да Хвичи неплохо уходит дальше передача на Алана Загоева Артур Кабраль назад на Хвичи снова на Кабраля по центру хотели вскрыть оборону не вышло Кабраль красиво на Глебова Глебов обратно на Кабраля Кабраль мимо ну мимо опять хорош Глебов хорош на Кабрале передача дальше пятка плохо опять опять плохо Кабраль еще одна пяточка нет это уже не пяточка это просто он прокинул мяч дальше на Зурико и в подкате футболисты Рубина останавливают забег грузина Кварацхелия очень был близок к тому чтобы перехватить но не вышло Макаров против Глебова Макаров пытается уйти и на него заброс но здесь перекрыта траектория Степановым Давидашвили прошел троих и получил по ногам я думаю что сейчас он самый пробьет штрафной хотя тут далековато для него ну попробуем Абельдгор здесь не выдержал и вынес хорошо летело но вот видите из-за того что расстояние приличное в этой пес воротари тянут Дзагоев на Кабрале вот это здорово классная передача Кабрале 1-0 ну наконец-то наконец-то реализовали Дзагоев Дзагоев Алан прекрасный пас разыграли здесь с Фоминым между линиями появилось пространство ну и дальше вскрыл последнюю линию обороны Дзагоев своим пасом 1-0 ротор ну что ж первый тайм позади в раздевалку забили рубину кстати ноль ударов у казанцев вообще хотя они пытались атаковать но как видите не особо у них получалось продолжаем в том же духе Кабрале пас и опережает он вратаря красиво 2-0 мы тут перевели по гандбольному с фланга на фланг всю эту атаку ну и дальше я заметил забегание Кабрале и кто это исполнил такой забросик точный на него Кирилл Камбаров опять очередная его голевая передача не хуже Ещенко выглядит не хуже ну не зря же 20 миллионов на него потратили там за 40 продали Ещенко Шатов выходит но слишком поздно мне кажется уже так я думаю что для уверенности Игнатьеву можно сейчас выйти а также Артуру наверное да я заменяю Давитошвили и также ну кому еще Буатенгу нет смысла нет смысла наверное давайте 2 замены вот таких сделаем ну и капитана Ланзагоев сразу Кабраль еще один шанс перед заменой мог хеттрик оформить Артур передача на Игнатьева Игнатьев ну тут вратарь вышел открыл угол облегчил мне задачу вот для этого я их и выпустил чтобы они позабивали сейчас голов приобрели уверенность Артур и Игнатьев новички наши это будет полезно Загоев выиграл подбор ну а дальше у Артура голевая получается и у Игнатьева гол Артур видит Кварацхели не очень сильно конечно на него выдает Хвича Хвича мимо сначала не дали ему пробить а потом уже все сбился прицел неплохо Хвича но я хотел именно чтобы Игнатьев забил не получилось во вратаря он ударил Артур неплохо снова на Игнатьева Игнатьев вернуть Артуру здорово и Глебов опять не забиваем Загоев хорошо на Артура Артур режет угол идет сам и в дальний в этот раз сам я решил пробить и тоже не получилось Игнатьев еще нужно забивать браво голкипер ой красиво иииии мимо сколько можно ребята над Загоев то почему забивает у нас скажите мне на милость пятка здесь Артур обратная передача ооооооооо소� maison Ушел Главное, чтобы без травм у новичка Ну, здесь, да Запрессинговали Сухарева И все-таки гол престижа от Рубина Ой, как здорово Опять Артур разобрался Игнатьев Я в шоке с него Я не понимаю, ну что еще нужно делать Чтобы забивать Итак, Спартак Дальше выходит Зенит, ЦСКА, ну и Ротор Мы выходим, получается На Спартак И здесь будет дуэль Тех, кто борется за чемпионство в РПЛ Так, ну перед Лейпцигом, как видите, ротация у нас Сухарев выходит, Муромский выходит Загоев отдыхает Отдыхает Давидашвили и Кварацхелия Игнатьев тоже отдыхает Вся линия нападения отдыхает Ну и опять же Не участие в прессинге ставлю Кабралю И получается Низкие фланги нужны Да, против ЦСКА в гостях Без этого никуда 81 дух команды Не самый высокий Разумеется Но ничего страшного ЦСКА играть тяжело Часто Ну и форма, видите, да, со спонсорами У армейцев тоже Теперь Ну-ка Поставим им темную, наверное Сами сыграем Наверное, в этой Хотя все равно разница такая Ну Неочевидная Вот так смотришь Хотя на поле нормально будет Два очка до Спартака Как они там сыграют, интересно Как мы сыграем с ЦСКА Кстати, вообще Эта форма полностью обновилась По-моему, у армейцев Даже цвета Так, ну я так смотрю Армейцы начинают От обороны играть Интересно Так, первый удар Поворотом вообще Со стороны обеих команд На 22-й минуте только Да, опять игра вязкая Очень, очень вязкая игра И опять момент у соперников Пытаюсь я тут вскрыть Как-то эту оборону ЦСКА Лесовой На Муромского Тот сразу подает Подает не очень хорошо Но дальше Глебов Если бы до конца побежал Поверил в этот отскок То все Могло закончиться Для нас удачнее Кабраль против Данте И вратарь вышел Но Кабраль уже научился Так перекидывать В Лиге Чемпионов так делал В этом матче Он с капитанской повязкой И открывает счет Но тут поймали, конечно На ошибки Вот здесь, да Лесовой выбежал И оформил голевую передачу Дальше уже Кабраль Никого не подпустил Вот сегодня В этой серии Кабраль лучше чем Игнатьев смотрится Вот как Кого ставить на Лейпциг? А вот не знаю Ну что ж Первый тайм Вот так спокойно И завершился Вообще без моментов Игра Кроме вот этой ошибки ЦСКА За которую мы их И наказали Ну посмотрите И удар после навеса Был один У армейцев Все Больше вообще Ничего не происходит На футбольном поле Так Чалов вместо Гайча Это неприятно Может быть Кабраль головой Хороший удар Муромский С правой ноги Навесил Между прочим Удивил сейчас немного Крайний защитник Вон посмотрите С правой навес Кабраль Ну Похвалил Кабраль Называется Так Ну в целом У нас игра под контролем 73 минута Держим мяч Атакуем позиционно ЦСКА пытается Прессинговать Но не особо У них это получается Как видите Лесовой На Муромского Подача Опять с правой Кстати На Кабрале Странно Муромский Муромский Меня удивляет Так Нет 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 А Так он правша То есть Все это время Я его ставил На левый фланг Не зная что он правша Нет Вначале я вроде бы знал Но потом забыл Окей Я думаю А почему это он Правый подает Постоянно О боже мой Чалов наелся Набегался в прессинге Уже тоже устал Хотя вышел Да На замену Но так бывает Зря здесь За Артура Начал пропускать мяч Дал возможность Сейчас ЦСКА Поатаковать И князян Передача Чалову Ну вот шанс у него Ну ясно Ну Муромский Ну ты Как раз под правой был мяч А почему бы не выбить Влашич сравнивает Ах так держались Здорово Так держались И пропустили На ровном месте Вообще Вот Чалов Конечно достойный Но все же Спартак 4-0 Тул разнес Ну посмотрите Что они творят Действительно Отрыв 4 очка Теперь Серьезно Очень серьезно Зато ребята Я поэкономил силы Игрокам Основного состава Ну и посмотрите Дружина Нагельсмана Там Ван Дебек У них Перешел к ним И конечно Серьезно все Очень серьезно Упамиканова Он 85 Клостерман 84 Мукьеле 80 Фейерман 81 Кампель Опорник 4-1 4-1 Они играют Нападающий Не самый сильный 71 рейтинг Да То есть Агустен И Хван Они в запасе Но все равно Недооценивать Лейпциг Не стоит Не стоит Конечно Состав мощный И вот эта вот Полузащита Атакующие Особенно полузащитники Конечно Страшно смотрятся К Вратсхеле Давитошвили Я дам указания Конечно же Ну низкие фланги Опять включим Так Давай-ка мы уже настроим Здесь дальние Да Ближние Да Давитошвили Второй исполнитель Пусть будет Загоев Угловые Левый Давитошвили Правый Пусть Загоев подает Пенальти Фомин У него хорошо С этим Игроки в нападении Да Дивеев Макрори Так Ну Тут Скажем так Неучастие в прессинге Опять Игнатьеву Надо наверное сделать Не знаю Нужны ли псевдовингеры Тут Потому что Наверное нужны Учитывая что у них Один опорник Зоны должны будут появляться Вон посмотрите Рядом с камплем Да Поэтому я включу Псевдовингеров Включу также Неучастие в прессинге Да Игнатьеву Ну и посмотрим Попробуем так сыграть Конечно будем играть От обороны И низкая линия Тоже здесь нужна Ай Ну и наверное Я все таки поставлю Капитаном Алана Дзагоева Да Все таки Здесь нужен дух команды В первую очередь А не прокачкам В данной ситуации Ну вот я подготовился Уже к следующей серии Да Будет горячо Ребята Будет горячо Во-первых У нас конечно же Одна восьмая ЛЧ Во-вторых У нас борьба за чемпионство Я руководству перед сезоном Обещал именно выиграть чемпионат Но пока с этим проблемы Осталось 10 туров до конца И мы отстаем На 4 очка от Спартака Удастся ли догнать Непонятно Ну дальше у нас Матч вроде полегче Хотя вот опять Динамо здесь Перед Лейпцигом Но вот с Уфой Сочи Конечно нужно набирать 6 очков Чтобы хоть как-то Возвращаться в гонку За чемпионство Вот Ну и 1 восьмая финала Против Лейпцига Да Ну В общем сложный график Сложный календарь Ну а что я хотел И легче не будет 586 тысяч подписчиков Уже у ротора в соцсетях Неплохо Вы тоже подписывайтесь На канал Не забывайте конечно Поставить лайк И оставить комментарий И увидимся в следующей серии Всем пока